здравия желаю сегодня я хочу провел эксперимент повысить эффективность хочу получится или нет не знаю то есть пробую я пробовал вот эту систему союз на 0,4 показывал там что выходит на 6 лампочек сейчас подумала если снизить выходную мощность на две лампочки но увеличить зазор временной на две десятых секунды до 0,6 сейчас на реле стоит 0,1 0,6 и что с этого выйдет давай проэкспериментируем вместе сейчас включу вот метод видно было выходной выходное напряжение по выходному напряжению определяется ток так как у меня есть я рептилоидом говорил так как у меня есть таблица таблица где все замеры лампочек произведены на разные напряжения лампочки калиброваны на 100 ватт чтобы не заморачиваться так как ваттметр есть ваттметр да но ваттметр применяется только на переменный ток этот ваттметр это раз а во вторых когда идет прерывы прерывистый ток то есть переключение на 10 секунды даже на секунду он не успевает среагировать то есть только по счетчику получается понимаете он не успевает среагировать так меняется время напряжение меняется он не успевает зафиксировать точную ваттметр зафиксировать поэтому сейчас пройдем эксперимент сначала мы отключим напрямую напрямую систему так и узнаем через счетчик она быстро тут пересчетчик вот секундомер у меня узнаем носит как он напрямую сколько ватт потребляет пятьсот пятьсот двадцать видите падает скорость вырастает и падает 490 напряжение 240 240 вольт лампочек 491 лампочки продолжают светиться это я не выключила еще сколько времени то есть возрастает инерция когда меньше нагрузка эти так посмотрим через это выйдет так значит у нас 400 и 8 500 округляем 500 ватт при лампочках 240 давайте посчитаем сколько выход 200 это 240 это на 10 процентов больше чем 200 то есть 200 220 ватт выход 220 ватт а затраты 500 то есть так подсоединять так подсоединять значит напрямую нету выгодности потому что затраты получаются большие за счет обратных токов на счетчики все это сказывается и как вы видели как значит увеличивается скорость вращения падает потребление немного но падает а теперь все это давайте через эту самую уже считать придется на счетчики то есть через реле включаем через реле включаем на реле включая начинка включаем реле так и смотрим на счетчики то будет значит выходная выходное напряжение 130 130 вольт а сколько потребляет внутри твой выходное надо 133 134 где-то и падает до 128 130 возьмем тренинг вот сейчас стартуем так стартуем то есть высчитываем круг за сколько пройдет круг только пройдет круг и тогда узнаем весь мир и доль это один из шести вот подходит Пришли Стоп То есть инерция большая Продолжает движение И так Значит крутилась Крутилась Одна минута Три секунды Крутилась И мы высчитаем сейчас потребление Так Значит 63 секунды 63 секунды умножаем на 300 Кругов Делим на 3600 секунд 525 525 то поделим на 1000 1000 Разделим на 5 25 190 ватт Значит записываем Так Это не то Это можно вообще убрать Значит так 500 Это он Без реле Без реле При выходе При выходе 220 ватт То есть здесь получается То есть здесь получается даже Тратит 280 То есть это делим А выходит 220 То есть тут большие обратные токи Которые на счетчики идут Так А теперь А теперь Значит Значит Без реле у нас 190 всего 190 ватт Затраты При этом 130 ватт с лампочки Значит 220 Разделить на 130 169 Так 200 ватт Разделим на 1,692 692 692 118 Раз напряжение немного сниженное Примерно Процентов 5 тут Снижается То есть 5 процентов Это 12,6 110 То есть выход 110 у нас 110 ватт Видите Ну а выход у нас 110 ватт 6 раз Вот в чем дело Потому что у нас работает Одну десятую секунды Это И одну десятую секунду Сразу выход идет Тоже одну десятую секунды Тут же одну секунду Десятую идет выход Значит 110 ватт Выходит назад Тут получается 80 80 ватт всего потребляет Мотор 110 Значит у нас 110 ватт Выходит сразу А потом еще у нас 6 раз оно выходит По 110 В то время Когда стоит Когда это стоит Понимаете А здесь работает Так это незаметно На лампочках Время вроде Одинаково прошло А вот если поставить Аккумуляторы Вот надо аккумуляторами проверить Вот тогда будет видно Что должно В 6 раз больше где-то Даже не в 6 Да в 6 И плюс еще 7 Там с минусуем Расходы Вот Почти в 7 раз больше Понимаете Когда будет аккумулятор С лампочками Это Ну светит и светит Ничего не заметишь А вот с аккумуляторами Будет заметно Это все Так энергия будет Натапливаться Итого Давайте Зарисуем Схему И по схеме Уже разберем Подробно Итак Это отключим Итак Схему Значит В понде Зарисуем Итак Мотор Мотор 200 ватт Двигатель Далее На валу Сидит у него Мотор 600 ватт 200 ваттный Крутит 600 ваттный Благодаря Большим Оборотам Так что Еще Говорю Если Вы Ребята Будете Это Применять Вот Эту Схему А Двигатель У вас Будет С Низкими Оборотами 3 тысячи 5 тысяч В минуту Вы Начнете Материться Скажете Что Это Брес Что Я Брешу Потому Что У вас Никакого Выгрыса Не будет Потому Что Никакой Инерции Нет При Этих Скоростях Или Есть Но Она Незначительна Ее Не Хватит А У Нас Видите 17 Тысяч Оборотов Вот В чем Суть А Если У У У У Больше Оборотов То Результаты В Три Раза Больше Если У У У У У У У У Това 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 Вообще Как Свободная По Инерции На Две Десятых Прибавил Здесь Сеть Значит Что у нас Выходит Вот Выход Выход Делим Делим Раз Раз Два Раз Два Три Четыре Вот Еще Десять Три Раз самого без машинки и так понятно 770 значит выход у нас 770 если допишем 770 так а расход какой расход у нас 190 так 190 и плюс 16 вот эта штука тратит 16 также не один раз а 16 помножим на 7 112 112 плюс 190 302 видите 302 302 из-за того что надо возбуждать катушку 302 а 770 на выходе 770 делим на 302 то же самое выходит помножаем на 100 то есть кпд то же самое 200 как и там выходило 255 процентов то есть выигрыша большого нет из-за чего нет выигрыша из-за того что возбуждать надо а возбуждение увеличилась тракт на возбуждение так как это питание остановлено 60 секунды но возбуждение не остановлено она также тратится по 16 ватт списывается по 16 ватт еще 7 раз видите как то есть если бы мотор был значит постоянными магнитами и большими оборотами то этого бы списание не было и тогда бы у нас было 770 770 деленное на 190 400 процентов 405 процентов то есть возбуждение жрет лишний ток значит такой опыт провел получилось что выигрыша большого нету но зато чем тут лучше тут есть лучше в том что ничего не пить не перегревается и траты меньше то есть если надо было тогда мне сразу 350 до 400 доходило ватт подать то сейчас мне достаточно для пуска 190 ватт то есть батарея возможно будет возможно и меньше пойдут видите в этом выигрыш а выход тока значит если 770 это грязный то ну в общем и с минусуем от него 302 460 468 то есть около 500 ватт но это не за час а за 6 часов а за час она будет давать 110 каждый час всего а брать она будет как говорится да она будет каждый час давать 110 ну соответственно и брать будет меньше соответственно в 6 раз то есть не 190 а 190 на 6 30 32 выдавать 110 то есть соотношение остается поэтому надо нагружать его тоже можно до 6 он лампочек несет но выигрыша большого то нет так как уменьшается это зазор временной а значит и выхода меньше за счет времени то есть выход за счет времени он бы работает только одну часть берет 80 ватт за это время а все остальные работают в это время еще 6 часов или там 6 секунд или 6 минут или 6 секунд или 6 десятых секунд ну так это пропорционально можно считать понимаете 80 ватт за одну за одну десятую секунды это уже не 80 ватт а всего видите как сейчас скажу 80 разделим на 3600 0,02 ватт а всего вот чем суть то есть то есть смысл какой то есть смысл в том что надо будет вернее что можно для этой системы она меньше только дает как бы немного но для нее можно батарейки меньше не на киловатт а допустим обычный на 500 ватт это хватит что она проработает часа 2-3 ну 2 часа потом заменить поменять вот такие новости